Офигеть! Вот это жесть! Серовский тракт. 9 утра. Пробка в километр. Сегодня в половине восьмого часа утра в кромешной тьме на 15-м километре Серовского тракта в окрестностях Свороткина-Якат случился жесткий грузовой смертоносный замес, в котором погиб 29-летний пассажир газона, а американская газировка вырвалась из недр фургона и разлетелась по трассе. Ну, кока-колу можно поднять. Фабула смертельного замеса такова. С раннего утра КАМАЗ-самосвал со скребком впереди, приписанный к дорожно-строительному управлению Уралтранспецстрой, соскребал в бок Серовского тракта, нападавший за вчера осадок. Ну, то есть занимался вполне себе обычным по зиме делом – снегоуборкой. После снега падали. Двигался самый быстрый грузовик в мире в сторону Верхней Пышмы по правому ряду тракта с очень небольшой, ну, то есть с такой снегоуборочной скоростью. Скорое движение было. Ну, на втором ехал, ну, что было? Клолеты 5-10. В это самое время, читая и в раннее темное время, по тому же ряду, в ту же сторону, значительно более быстро катился фургон породы «Газон Некст». Не путать с «Газелью Некст» от того же производителя. В кабине фургона «Газона» сидели два молодых 29-летних парня – рулевой и грузчик. А вез «Газон Некст» в сторону Верхней Пышмы полный кузовок американской «Кока-колы», «Фанты», «Спрайта» и прочих газировок. Ну, видимо, в магазины и ларьки. Но не довез. В половине восьмого часа утра фургон с прохладительными напитками догнал снегоуборочный «КамАЗ», пилотируемый 59-летним Александром, и вонзился правой стороной кабины в его бездушную твердую корму. Скорости «Некст» охватило, чтобы его пассажир-грузчик погиб мгновенно. Около 7.30 на 13-м километре Серовского тракта водитель автомашины «Газон Некст» 29 лет. При движении допустил столкновение с подпутно-двигающей автомашиной «КамАЗ», проводящей уборку проезжей части. В результате происшествия на месте скончался пассажир автомашины «Газон Некст», мужчина 29 лет. «Семь с чем-то. Ну, здесь какая скорость, тут на мосту-то, но тихо едем, потому что стыд, лопату, чтобы не загнуть. И вот удар. А вы его как-то видели сзади, нет? Я вообще не... Вот, ехал на ограждение, смотрел потихонечку, ну, чтобы не задеть. Он догнал меня. Водитель-то в сознании был, он успел что-то пояснить, нет? Тут вторая машина была еще их. Он говорит, их обогнал дорогой. Почему рулевой «Газона» не заметил в потьмах крадущийся «КамАЗ», это выясняется. Теоретически, у медленной снегоуборочной техники должны быть и мигалки, и знаки. У «КамАЗа», как видно, на голове ярко мигает гирлянда. Но, может быть, из-за высокого кузова ее не было видно. Ну, короче, точную причину сможет назвать сам пилот «Некста». Известно, что он был трезв, стажа у него 9 лет, к административке он привлекался 24 раза. Но главное, что он выжил, то есть сможет все объяснить. Но только после того, как подлечит потрясенную голову в 23-й травматологии. Водила живой. С учетом погодных условий я хотел бы обратить внимание водителей на соблюдение скоростного режима, соблюдение дистанции при движении на автодорогах.